Рекордное количество участников, почти 500 спортсменов, кикбоксеров с разных уголков в России приехали на данный чемпионат. Нашу команду города Полицкого представлял лидер нашей команды Полицкой, неоднократный чемпион Европы России, Спирин Алексей. Готовились к этому, к чемпионату России. Очень сложный прошел, в том числе и потому, что Алексей перешел в новую для себя весовую категорию. Он выступал все эти годы до 51 килограмма, а перешел до 54 килограмма. Конечно, предстояли непростые поединки, но справились, выиграли. Я очень рад и горд за Алексея, что несмотря на все трудности, вплоть до того, что там случился некий такой казус, он отравился на данном чемпионате России два дня, как говорится, лежала Лешка, но тем не менее мы справились и выиграли. Провел три боя. Первый бой боксировал со спортсменом из Тулы. Неплохой парнишка. Выполнил установку, которую мне давали тренера на бой. Все получилось. В полуфинале встретился с мастером спорта из Москвы. Тоже мальчик непростой. Сделал свою работу. Получилось выиграть. В финале боксировал со спортсменом из Тулы. Тоже сильный парень. Настроились, сделали свою работу и победили. Нужно выкинуть все из головы. Главное думать о победе. И главное слышать установку тренера перед боем и стараться это выполнить. К слову сказать, в финальном бою с Алексеем встретился спортсмен из республики ТВА. Фамилия Тарапчи. Он двукратный победитель первенства мира, первенства Европы среди юниоров. То есть амбициозный, молодой. Я думаю, что нам предстоит разобрать его еще тактику. Но он вышел так, как будто не Алексей семикратный чемпионат России, а как будто он, понимаете, хотел нахрапом взять. Очень нагло, очень смело. Но тем не менее, Алексей, бой был непростой. Но тем не менее, Алексей именно на опыте, на классе передышал, обыграл и выиграл этого спортсмена. И, конечно же, сейчас посмотрели 54 килограмма. Первый год было сложно, непросто. Сейчас надо, как говорится, адаптироваться в этой весовой категории. Я сам переходил. Это действительно тяжело и психологически в первую очередь. Поэтому будем уже на следующий год, дай бог, настраиваться по-другому. Потому что все-таки сейчас посмотрели, да, есть определенные моменты, над которыми нужно поработать. Но именно вот такие соревнования, чемпионаты России, чемпионаты Европы, чемпионаты мира выявляют наши слабые стороны, над которыми нам предстоит работать. Это нормально. С Алексеем-то как раз мне мотивацию находить не надо. Это тот человек, который, тот спортсмен, который сам все понимает. И мне не нужно его уже сейчас настраивать, подталкивать. Он, в принципе, эту работу выполняет сам. Четко сознает ответственность, что он лидер не только в Полевском, он лидер во всей России. К слову сказать, семикратного чемпиона России на сегодняшний день в сборной России. Больше таких спортсменов нет. Алексей один из самых титулованных. И, конечно, Алексей эту работу выполняет. Ему не надо говорить сегодня про бегись, либо не бегай. Он все знает сам. Приятно работать с такими спортсменами, кто отдает ответственность и к тренировочному процессу относится профессионально. Ну и плюс Алексей у нас все-таки представляет центральный спортивный клуб армии. Его еще заметили пять лет назад. То есть у него вдвойной зачет идет за ЦСКА. И, конечно, но все равно это все обязывает к тому, чтобы быть на уровне и показывать высокий результат. Насчет Алексея Спирина. Это, конечно, у нас целеустремленный спортсмен. Он по характеру очень такой спокойный. Даже не скажешь, что он занимается кикбоксингом. Больше, наверное, подходит как-то флегматик такой на лыжной гонке там или на что-то такое. Он молодец, он помогает и участвует в жизни школы. То есть безотказный такой хороший спортсмен. Конечно, мы очень довольны, что вот так у нас сейчас все получилось. Чемпионат России – это, конечно, какая-то ступенька для подготовки к чемпионату мира, который состоится осенью. И поэтому хотим, конечно, пожелать, чтобы наши спортсмены не только на уровне России, но и на уровне международных стартов, чтобы стали чемпионами мира, стремились повысить свою квалификацию и звание. Переход спортивной школы на новую систему положительно сказывается на таких поездках? Мы стремились очень давно. Уже это все началось в 2015-2016 году. Я спрашивала мнение тренеров на тренерском совете. Так, Игорь Анатольевич, да, меня поддержало отделение кикбоксинга, лыжные гонки, фехтование. Те люди, которые работают, стремятся в сборную области, в сборную России. И, наконец-таки, у нас 1 января это все получилось. Ну, как-то мы сами немножко даже не ожидали, что будет хорошее финансирование. Но вот хотя бы на этот год, пусть оно не в полном объеме, но уже все тренеры почувствовали, вздохнули. Не надо бегать как сумасшедшим по городу, по области, собирать деньги на поездку. То есть тренер сейчас тратит свою энергию на то, чтобы готовить спортсменов. То есть это очень здорово. Слова благодарности Лилии Ивановну, нашему директору, с которой мы очень много по этому вопросу работали, отстаивали и в администрации, и в Думе, и доказывали и депутатам, и специалистам администрации, что нужно это сохранить, потому что именно только при должном финансовом обеспечении наши спортсмены могут выезжать на соревнования любого уровня, начиная от чемпионата области, заканчивая чемпионатом мира. Они могут участвовать в учебно-тренировочных сборах в разных уголках нашей России. Я очень надеюсь, что эта система сохранится, потому что действительно в этом году мы и подрастающие поколения, нашу среднюю группу в количестве 12 человек, у нас достаточно сильная, перспективная группа, свозили уже на три всероссийских уровня в Омск, в Челябинск, в Екатеринбург. И я уверен, что именно такие поездки дадут возможность потом этим ребятам показать тоже высокие результаты. Примеры есть, Спирин, но надо их к этому привести. Для того, чтобы их привести, нужны финансы. И сегодня этот переход на спортивную подготовку нам открывает все возможности. То есть вот, пожалуйста, только работайте и показывайте результат. Но я говорю, дай Бог, чтобы так продолжалось.